Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Русский север – так называется огромный край европейской части нашей страны. От Ледовитого океана почти до Волги, и от Ферских болот до Уральских гор лежит эта земля, покрытая тайгой и тундрой, где вечную мерзлоту прорезают полноводные реки, неторопливо и величественно текущие к ледяным морям – Белому, Баренцеву и Карскому. Огромен, суров и прекрасен этот край, где с древнейших времен живет человек, сумевший приспособиться к тяжелейшим условиям природы. И она вознаградила его несказанными дарами – обильной дичью в лесах, рыбой и морским зверем, неисчислимыми запасами полезных ископаемых, равных которым, пожалуй, больше нет во всем мире. Об этом благословенном и удивительном крае рассказывает книга, вышедшая в свет при содействии двух издательств – Петербургского «Золотой век» и московского «Бертельсман Медиамоскал». Она так и называется «Русский север». Об этой книге далее наш рассказ. Книга «Русский север» продолжает собой серию иллюстрированной истории Отечества и рассказывает о том, как обживали эти места наши предки, о тех, кто живет здесь нынче, о великих подвижниках, молитвенниках и просветителях православных, об ученых, сказителях, обо всех тех, кто донес до нас редкостную по красоте и богатству культуру здешних народов. Читатели узнают о самих северных народах, русских землепроходцах и промышленниках, о поморах и старообрядцах, о ненцах, карелах, коме, саамах, вепсах и других. О том, как жили они и охотились, как и девались, исправляли праздники, в каких богов верили и как принимали православие, повествует данная книга. По словам издателей, Северный край – неотъемлемая и коренная часть России. Не единожды он в годину испытаний и бедствий спасал всю нашу державу. Спасает он ее и сегодня, день и ночь качая нефть, подымая на гора уголь и редкостные руды. Северным газом обогреваются наши дома. Из металлов, добытых на севере, строят корабли и самолеты. Северным лесом полнятся мировые рынки. Но он храним, русский север. Незнанием своим, уверенностью в том, что богатств здесь полным-полном, и ничего не жалко, мы можем погубить то, что бережно хранили для нас и наших потомков северные люди. Все народы, населяющие русский север, давно приняли православие. Однако предыдущие столетия эпоха социализма ознаменовались тем, что там были уничтожены все храмы, а в монастырях построены тюрьмы. Однако сквозь всю толщу позднейших исторических наполставаний все-таки можно по обломкам обычаев, отрывочным текстам, запечатленным в фольклоре, по археологическим раскопкам и различным историческим исследованиям реконструировать кое-что из верований древних жителей Севера. Как отмечает автор, древние боги уходили из жизни северян медленно. Уже давно крестившись и приняв новые православные имена, искренне уверовав во Христа, северяне продолжали. Теперь уже не по верованию, а по семейным обычаям приносить жертвы на местах старых молитвищ в глухих лесах, где сохранялись избушки с идолами. Между тем, как отмечают издатели, в северо-западной части Ладожского озера на южном берегу острова, называемого финами Валама, что значит высота, при монастырском заливе с древних времен стоит монастырь. Когда он был основан, неизвестно. Есть предположение, что Валаам был древнейшим монашеским жительством, существовавшим еще до крещения Руси. Многие северные святые были связаны с Валаамом. Преподобный Александр Свирский, Арсений Каневский, Саватий Соловецкий, Ефросин Синоизерский, Афанасий Сяндемский, Адриан Андрусовский. Есть основания считать, что монастырь был основан на рубеже XIV и XV веков. Первые иноки, Ефрем и Сергий с прочими спутниками пришли на Валаам из Новгорода и положили начало, водрузили большой крест и поставили церковь во имя преображения Господня. Преподобный Сергий стал игуменом и установил монастырский закон. Излишеств не искать, еду иметь самую простую, что Бог подаст. Вина не пить, лишних и дорогих одежд не иметь, не бездельничать, всем равно, всегда трудиться и молиться усердно. С непокорными велел поступать просто – дать на дорогу хлеба и выслать вон. От Валаамского пошли новые монастыри. Постриженник Кирилла Белозерского монастыря Саватий жил на Валааме несколько лет и отсюда пошел на Соловки, где тоже основал монашеское жительство – Спасопреображенский Соловецкий монастырь. Постриженник Валаамский Александр устроил монастырь на Свире – Свято-Троицкий Александр Свирский. Валаамский постриженник Савва построил пустынь на Синянском острове и на Корсении отправился на Афон. Там его благословили основать на острове Каневец рядом с Валаамом монастырь во имя Рождества Богородицы. Жительство на Каневце протекало по суровому Афонскому уставу. Когда в 1781 году в Валаамский монастырь пришел из Саровской пустыни Новый Игумен-Назарий, то добавил сюда строгостей из Саровского устава. Так и считается до сих пор устав Валаамского монастыря образцом монашеской дисциплины. Как отмечают издатели, Валаамский монастырь находился на границе новгородских и шведских владений. Его часто сжигали и разоряли, но он всегда возрождался заново. В 1611 году войска Якова Делагарди разорили монастырь полностью. Валаам находился в запустении до 1715 года, когда по приказу Петра I монастырь был снова возрожден и по прошествии трех лет начал отстраиваться. Уже со второй половины XVIII века Валаам стал одним из самых значительных северных монастырей. Монахи благоустроили остров, построили храмы и часовни, положили дороги, насадили леса, огороды и сады. Но в 1940 году Валаамский монастырь снова разгромили. Территория Ладожского озера отошла к СССР. Братья же монастыря ушла вглубь Финляндии, где был основан Нововалаамский монастырь. В день памяти святого апостола Андрея Первозванного в 1989 году на Валаам снова пришли монахи из московского Данилова монастыря и других мест и начали восстанавливать северную обитель. Об этом и других событиях, происходивших на русском севере, и рассказывает настоящая книга. В этой книге вкратце, как и положено энциклопедии, рассказывается о природном и животном мире Севера, о его освоении древними людьми, о народах, которые изначально населяли эти холодные земли. Юный читатель познакомится с разными северными промыслами, узнает, как развивалось земледелие, животноводство, оленеводство и судостроение. Авторы книги расскажут о просветителях, ученых, писателях, которые жили в этом краю, о Первой и Второй мировых войнах, о ГУЛАГе и Беломорканале, об обороне Севера и его развитии в послевоенное время. «Мы хотим», – отмечают издатели, – «чтобы читатели узнали об этом крае побольше, полюбили его, как любим его мы, как должны его любить все россияне, где бы они ни жили». Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова